Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапы. Регион» в студии Ирины Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Школа открывает двери. Как увлечь детей спортом? Эффективные способы обсудили на краевом совещании. Застройщика, обманувшего сотни людей, будут судить. Вот и пролетели беззаботные летние деньки. На пороге осень и, конечно же, главный праздник всех школьников – 1 сентября – День знаний. В этот день во всех школах прошли торжественные линейки, где звучали поздравления, царила атмосфера радости и праздника. Ребят ждут встречи с любимыми учителями и одноклассниками. Новые впечатления, эмоции, учебные парты, веселые переменки. В школе номер 4 День знаний начался с приветствия первоклассников. В этом учебном году в четвертой свыше 250 бывших дошколят набрано 7 первых классов и в каждом по 36-38 человек. Школьников, педагогов и родителей поздравил глава города-курорта Анапа Сергей Сергеев. В своем приветственном слове для ребят он сравнил знания с капиталом, вручил школе подарки, звукоусиливающую аппаратуру и мячи для занятий спортом. Знания – это капитал, который поможет вам в будущем достойно жить. Если вы заработаете хороший капитал, значит вы будете жить в достатке, а значит в достатке будет жить и город, в котором вы живете, и край, и в целом вся Россия. Для этого нужно много и хорошо трудиться. Я хочу пожелать вам, чтобы в этом труде у вас все получалось, и этот труд доставлял вам удовлетворение. На первых уроках учителя ознакомили детей с правилами поведения в школе, провели испытания на прочность, задавая вопросы на смекалку и проверку знаний. Присутствующие здесь же родители не могли оторвать восторженных глаз от своих чад, ведь теперь им придется учиться вместе с ними. Наш сын наконец-то стал первоклассником. Мы, наверное, волнуемся немножко больше наших детей. В эту школу попали мы больше по территориальному расположению, но именно в данной школе очень сильный педагогический состав первых классов. Поэтому мы, конечно, бесконечно счастливы, что нам предстоит учиться именно здесь. Теперь ребятам предстоит грызть гранит науки, развиваться и идти вперед к новым знаниям и свершениям. Но их это не страшит, ведь школа – это второй дом, в который каждый раз хочется возвращаться вновь и вновь. Ура! Вести ребенка в первый класс – это всегда волнительно. А если первоклассник уже не первый в семье? В семье с Кощенковых сегодня особый праздник. Младшая дочь Виолетта идет в первый класс. Глядя на спокойную и серьезную Виолетту с букетом роз, сложно представить, что накануне вся семья снова квалилась от хлопот. У меня мурашки, я стою, у меня вот… Еще не ложились. Да, с вечера готовим, утром проверяем, чего-то не хватает, опять все возвращаем, опять не то. Вот все вот на таком вот. Все друг другу помогают. Это уже четвертый раз в первый класс. Многодетная семья – это дружба, это поддержка и буря эмоций. Это очень волнительно. Я вот сегодня стояла на линейке, прям как будто бы я ощутилась в том году, когда я поступала, когда я пришла в эту школу, в первый класс. Все изменилось, конечно. В Гостогаевской средней школе особая атмосфера – семейная. В здание школы и территорию в организацию учебного процесса вложено немало заботы, чтобы ребятишкам в школе было хорошо и безопасно. В школе сегодня созданы условия для того, чтобы ребята чувствовали себя комфортно. Школа работает. Первый класс у нас учится во всех школах в первую смену. Значит, организован подвоз, межведомственная охрана. С родителем мы деньги не собираем. Это все полностью организовано за счет муниципальных средств. Педагоги встречают малышей с 7 утра. Первых классов в этом году, как и в прошлом, 5. 116 новых членов большой и дружной семьи. Сейчас самая главная задача для ребят – научиться добывать знания самостоятельно, чтобы потом не потеряться в большом мире. Самое главное, я думаю, это улыбка, дружелюбный настрой. И мы, когда с детьми первый раз встречаемся, мы сразу договоримся, что мы с вами друзья. Я как старший друг-наставник их учу, что можно делать хорошо, а что не делать плохо. Несмотря на то, что они еще совсем малыши, настрой серьезный и боевой. Ну, я думал, что будет все нормально, все хорошо, думал, что будет. Вот портфель купил. Тетрадки, ручки, карандаши. Вот и для Виолетты с Кощенковой начался первый в ее жизни урок. Пока она вместе с одноклассниками только приоткрыла завесу таинственного слова «школа». А на школьном дворе ее с нетерпением ждет вся семья, чтобы поздравить с началом самого первого. Начало нового учебного года по статистике самый травмоопасный период для детей. За время летних каникул школьники забывают элементарные правила безопасного поведения на дорогах. Задача взрослых быть особенно внимательными к маленьким пешеходам. С начала текущего года на дорогах Анапы произошло 8 автомобильных аварий с участием детей. Чтобы статистика не пошла в рост, а рассеянные после летних каникул школьники не попали в беду, первые дни сентября инспекторы ГИБДД дежурят возле школ. Сегодня с 6 часов утра буквально силы отдела МВД России по городу Анапе, а также сотрудниками отдела ГИБДД по городу Анапе, сотрудниками дружно-патрульной службы. Службы мы были выставлены для работы вблизи всех средних учебных заведений. Праздничный день происшествиями омрачен не был. Пусть также безопасно проходит каждый день. Водители всегда должны быть бдительными и уступать преимущество маленьким пешеходам. Хотелось бы обратиться к водителям и другим участникам дорожного движения, чтобы после 1 сентября были более внимательны на дороге, так как детки только после каникул вышли на улицы и дороги. Они еще дезориентированы и слабо могут ориентироваться в правах дорожного движения. В ближайшее время сотрудники госавтоинспекции проведут во всех школах Анапы уроки безопасности и напомнят ребятам основные правила поведения на дорогах. И к другим новостям. Руководитель региона поручил проработать вопрос эффективного использования спорт-объектов. Об этом шла речь на совещании о ходе реализации региональной стратегии развития физической культуры и спорта. Место встречи для обсуждения новой стратегии выбрали не случайно, где еще говорить о спорте и физкультуре, как не в спортивном городке. Здесь еще на входе перед комплексом тренировочных залов чувствуется настрой предстоящего разговора. Краснодарские воркаутеры показывают мастер-класс. Такая уличная гимнастика на турниках сегодня одно из любимых занятий молодежи, рассказывают спортсмены Вениамину Кондратьеву. Ребята есть, которые занимаются этим. Не хватает именно инфраструктуры, вот именно такого плана, чтобы было разнообразие снарядов. Не просят турник, брусья, шведская стенка и все. То, что в принципе есть в каждом дворе и в ужасном состоянии находится практически везде. А именно вот такая площадка, которая привлекает своим видом, и человеку просто хочется подойти попробовать. Поэтому мы ориентируемся в первую очередь на вас. То есть нам важно понимать, куда пойдете вы. Если эти воркауты будут стоять в парках, на определенных площадках, значит они должны быть максимально в окружении ребят. Популярность воркаут получила за свои доступности. Именно таким должен быть весь спорт, призывает Кондратьев на совещание, на которое собрались около тысячи человек, от краевых министров и глав муниципалитетов до тренеров небольших спортшкол. Доступный для всех спорт – это главный пункт обсуждаемой стратегии. А сегодня для этого не хватает ни площадок, ни секций в школах, констатирует глава Кубани. И вместе с тем не хватает энтузиазма у тех, кто прививает эту любовь к спорту. А если не нравится этим заниматься, по любым причинам оставьте. Не берите грех на душу и ответственность за завтрашний день. И малой родины, и большой, и в целом поколений. Потому что труд, в том числе и воспитание физической культуры, это надо жить с этими детьми, с этими мальчишками и девчонками. По-иному не получается. Да, сегодня мы говорим про воркаут, скейтборды и иные виды спорта, сегодня востребованные молодежью. Но я вам больше скажу, они другого не знают. Потому что они выросли вне спортивных секций. Многочисленных спортивных секций. Они выросли вне тренеров, потому что они сами по себе растут. А сегодня надо говорить, что тренеры, которые сегодня признаны во всем крае, они уже как динозавры. И заметьте, замены им пока нет. Не менее остро стоит проблема с кадровым голодом. В 14 районах вообще не существует понятия инструкторы по спорту. А в некоторых сельских администрациях зам и глав, ответственные за физкультуру, порой совмещают несовместимые. Вот представьте себе, специалист по спорту и торгам. Чебаркульское сельское поселение. Следующее. По спорту, работе молодежи и сельскому хозяйству. Шедовское сельское поселение Мостовского района. Вообще супер. По спорту, работе с молодежью, по архитектуре и градостроительству. Здорово. Баговское сельское поселение Мостовского района. Там, конечно, крупные универсалы в этом деле. За 9 лет в Крае возвели почти 4 десятка спортивных комплексов, 20 бассейнов, 8 ледовых дворцов. Но пока увлекались географией строительства, на второй план ушел другой вопрос. Кто в них будет обучать юных спортсменов, говорит Кондратьев. Мы должны вернуться к тому периоду, когда количество спортивных ружков было так много, что не знал, какой выбрать. То есть, как нам сегодня вернуться к этому? То есть, может быть, на самом деле, без тренерского, преподавательского состава мы никуда не денемся. То есть, мы сейчас рассматриваем новое-новое строительство, а может быть, на начинку лучше сейчас подумать. Может, развернуться на их социально-бытовые условия жизни, в целом, чтобы молодежь пошла. Видите, мнение зала. Потому что мы настраиваем, но пустое. Я не хочу схватить, я в язык по самбо и по дзюдо сыну тренера искал, найти не мог. Как возможно решить эту проблему, глава Кубани интересуется у ректора Университета физкультуры. Тот, в свою очередь, заверяет, что уже начали работу по воспитанию молодых тренеров. Второй год мы со всех муниципальных образований получили абитуленты. И я думаю, если не только география развития вот этой материальной базы, но уверен, что ребенок, который проживает там, в Биноково, если он там родился, он получит профессиональное образование, и он поедет и там будет работать. А если еще сельское поселение внимания уделить, так он будет и качественно вести профессиональную свою деятельность. Чтобы сделать спорт доступнее, начинать нужно с малого, считает Кондратьев. Строительство площадок во дворах, установка уличных тренажеров. Но нельзя забывать и об обычных уроках физкультуры в школах. И для этого нужны оборудованные спортзалы, а не аварийные помещения. У нас по-прежнему полсотни спортзалов нуждаются в капитальном ремонте. И это, по сути, только вершина айсберга. То есть дети там не физически не имеют возможности заниматься, войти в эти спортзалы не могут даже. Потому что если у руководителей муниципалитета там не хватает денег иногда, чтобы школу привезти в состоятельный спортзал, почему-то всегда на второе место отходят. Спорт для края сегодня такой же приоритет, как и сельское хозяйство или промышленность, говорит Вениамин Кондратьев. Имена кубанских спортсменов известны за пределами региона и даже страны. Но принимаемая стратегия развития на ближайшие пять лет – это не просто погоня за высокими достижениями. Прежде всего, это возможность каждому кубанцу вести здоровый образ жизни, настаивает руководитель края. Я в первую очередь за спорт и не преследую цель, чтобы мы создавали систему спорта ради спорта высоких достижений. Для меня принципиальный спорт ради здоровья нашего поколения, подрастающего. Я за нижнюю планку вот этой пирамиды, потому что она, наверное, самая главная. На ней все стоит. Я все-таки для себя пока не сложил, как нам эту нижнюю ступень, нижнюю планку, основной, фундамент пирамиды сделать прочным. Сделать так, чтобы потом все высокие достижения на нем можно было построить. Я уверен, что для этого нужны будут деньги. Вот на это деньги, я думаю, мы жалеть не будем. В Анапе будут судить застройщика, обманувшего сотни людей. Следственный отдел по городу-курорту завершил расследование уголовного дела о незаконном предпринимательстве, совершенном с извлечением дохода в особо крупном размере. Антипинские дома, мошенничество, обманутые дольщики – причины и следствия в этой цепочке для правоохранителей очевидны. Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за совершение аналогичного преступления 45-летнего предпринимателя. Перед судом застройщик предстанет по обвинению в незаконном предпринимательстве и извлечении дохода в особо крупном размере. Мошенник возвел в Анапе шесть многоквартирных домов на средства дольщиков. Часть денег он вкладывал в новые стройки, создавая строительную пирамиду, остальное присваивал. Доход Антипина от незаконной деятельности, по версии следствия, превысил 119 миллионов рублей. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». В среду 2 сентября в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 25-26 градусов, ночью до 24 градусов со знаком «плюс». Ветер юго-западный – 24 метра в секунду. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 24 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.